добрый день друзья добрый день и сегодня у нас очередной подкаст друкарни инфодайвинга мы немножко поговорим про книги про новости именно книжного плана ответим на ваши вопросы одна из самых приятных новостей за эту неделю это наши книги начали доходить в сша и нам прислали благодарности и фотографии о том что книги доходит доход достаточно быстро белпочта работает в усиленном режиме и она прекрасно справилась задачей причем уже неоднократно скажем так просто сейчас это получилось уже очень быстро и очень эффективно сегодня мы хотим поговорить и ответить на один но самый распространенный вопрос и подход который мы встречаем в соцсетях и который мы встречаем при личном обращении это не один человек написал ни два и не пять то есть был момент когда мы это игнорировали был момент когда мы недоумевали а потом мы все-таки с ириной поговорили решили просто публично на этот вопрос ответить вопрос звучит так докажите что это все правда хочу выговорить а то о чем мы говорим понимаете вот в этом вопросе нет вопроса есть требования да и она пишется и говорится именно вот в таком утра курсе и когда мы это слышим честно говоря нас это ставит немножко в неловкое положение потому что получается человек заходит сверху и приказывает же кто вы такие что вы тут сделали ваша работа ваш труд многочасовой ничего не значит ваша работа с детьми это все ерунда а ваши книги это вообще бред сумасшедших то есть нас обесценили и требуют доказательств причем требует это кто человек который иногда даже свою фамилию указывать стесняется просто пишет с незнакомого номера или с незнакомого е-мейла или на ю тубе или в соцсетях и ты получаешь такие сообщения сперва мы думали что это пишут люди ну немножко с проблемами в психике но дело в том что слишком много таких сообщений возможно мы как раз возможно это и наш контингент для работы все таки с аутизмом работа кто его знает но понимаете когда мы встречаем такой подход соответственно большого желания общаться с человеком уже нет и доказывать желание тоже не более да и вы знаете вот как раз то вот такие моменты а мы описывали в нашей книге коллективное бессознательное вот сегодня мы о них поговорим здесь есть глава она называется звериный страх этот страх я многократно ловила в глазах людей которые боялись выйти за рамки своей жизни привычного клада своих реакций которые страдали им болело и не не хотели иметь боль но от одного слова инфодайвинг они были согласны на любой от только бы не взять ответственность за свою жизнь на себя я часто задавалась вопросом что выключала полностью здравый рассудок вроде интеллигентные люди вроде могут читать книги вроде вполне себе респектабельные и бабах превращение в племя туземцев на острове мумба-юмба и было уже бесполезно говорить о сути их проблемы обращать их внимание самого себя ровно так же как представителям племени говорить про мобильную связь и интернет и я даже могу синтезе систематизировать реакции человека представителя этого племени первое самоутверждение это самое распространенное явление описанное и уже проговоренное изначально в социуме это выглядит так самец напыщена надувает щеки или принимает агрессивную стойку и нападает а у вас есть медицинское образование чтобы заниматься аутизмом варианты какая наука это доказала кто из ученых это сказал или ты считаешь себя ученым какое право ты имеешь на личное мнение список можно продолжать и это деградации господа невозможность слышать и воспринимать новое то что тебе еще неизвестно что еще неизвестно в обществе это бессознательный отказ от развития и дальше идут уже конкуренция сбежать чтобы не отвечает стадное проявление и так далее если вам интересны вот эти вот вещи мы их описали уже в книге коллективными сознательной здесь вы найдете ответы на очень многие свои вопросы почему человек реагирует так а не иначе почему банальное взятие ответственности за свою жизнь на себя ставит его ступор почему любая новая информация у человека подрывает какие-то его убеждения и заставляет блокировать доступ новой информации во внутрь сделать все чтобы только не развиваться только чтобы деградировать и это конечно но такие жесткие варианты и это все про ответственность на самом деле почему-то мы ее на себя взяли мы взяли ее в тот момент когда начали работать с детьми мы взяли ее в тот момент когда мы начали описывать нашу работу в каждой книге все книги написаны по реальным событиям господа вот вы только вдумайтесь вдумайтесь какой бы бред мы не писали но это все на реальных событиях реальные люди реальные дети реальная работа реальная работа конкретно с психикой под конкретную задачу под конкретный запрос вы представляете как это интересно и поэтому когда нашу вот эту работу уже многолетнюю мы почти три года работаем каждый день когда нашу вот эту многолетнюю работу обесценивают есть шанс нарваться на грубость либо на наш неповторимый юмор либо еще на что-нибудь такое потому что нам надо как-то реагировать на это да мы понимаем что человек не нашел ответа в этой книжке потому что ее не читал когда у вас следующий раз возникнет желание сказать нам докажите давайте вы сперва прочитаете все что мы делали познакомитесь с нашими фильмами познакомитесь с нашими детьми познакомитесь как минимум счетом мам мамок наших да наших любимых мамок кстати мне к тебе есть предложение в чат мам больше не добавлять мам которые не работали с нашей с нами на консультации это правильно потому что мы заметили одну особенность человек не хочет развиваться то есть он сам пытается что-то делать а потом он просто начинает ныть и портить настроение другим и мамки уделяют слишком много внимания людям которые просто ленивые сидят на жопе не хотят ничего делать не хочешь так иди и помойся самый нравится тебе жить в аутизме живи вот поэтому вот просто таких соглядатая в которые пришли поныть и поплакаться это деструктивная такая составляющая зачем она не имеет смысла но во всяком случае это из того что я успела заметить вот мы просто достаточно открыто подошли и сказали да приходите желающие пожалуйста занимайтесь находятся люди которые начинают там удалять сообщение счета переключать там режимы работы чата и вообще не знаю что это за люди зачем они лезут в настройки то есть только потому что ты отнесся к человеку по-человечески замечу это вот про вот эти вот проявления человека зверины которые писали в книге коллективное бессознательно и каждый раз когда открываю свои книжки и сама их просматриваю думаю блин какая глубина какой кайф вообще от каждого момента на самом деле все это очень глубоко это все еще и углубляется продолжает углубляться и наверное самое самое большое доказательство нашей работы это то что все по реальным событиям абсолютно все наши результаты реальны абсолютно все отзывы о нашей работе все написаны на сайте пуп точка бай абсолютно реально и вот здесь может возникать ступор потому что смотрите какая тема поднимается в обществе запрещено волшебство в обществе запрещены психические способности в обществе запрещено развитие под прикрытием мы развиваемся под прикрытием у нас все можно под прикрытием этот мир материален вот такой какой он есть а волшебство в нем нет а волшебство в нем нет потому что у человека не наработан опыт материализация мыслей желаний проявления сознания она опирается на собственный опыт если нет опыта волшебства то его и нету а если есть опыт волшебства то идет нарастание снежный ком как тренировка как тренировка что тренируешь что развиваешь и мы целенаправленно занимаемся развитием своих способностей и способностей людей которые с нами вместе тренируются и при этом мы тренируемся на том что помогаем выйти детям из аутизма там и заболеваний взрослым и так далее то есть работаем со здоровьем целенаправленно вместе с человеком и поэтому вот абсолютно вся наша работа отличается от всех других направлений в психологии психотерапии экстрасенсорики в эзотерике везде тем что мы сразу взяли абсолютно всю ответственность за результат на себя точно так же сто процентов ответственности по закону парадокса мы отразили и водрузили на человека и заставили его двигаться шаг мы шаг он шаг мы шаг он шаг мы шаг он и мы идем к зеркалу к чистому зеркалу зеркалу который есть у нас подсознание и мы именно она проявляет то что потом материализуется что потом проявляется что мы потом проживаем и когда мы учимся с ним работать учимся осознанно впечатывать на него информацию мы имеем осознанные проявленные результаты но это все тренировка с бухты барахты это не бывает вы никогда не станете с бухты барахты успешным спортсменом там чемпионом или супер крутым десантником победителем или супер крутым врачом хирургом который там 100 сердец прооперировал вот она даже автоматически идет который там 100 сердец прооперировал для это надо опыт вот этот опыт это тренировка это и есть да и поэтому наше самое главное доказательство того что мы не фантазеры а на самом деле по парадоксу мы самые главные фантазеры потому что мы позволили себе волшебство мы позволили себе поверить в то что мы можем все большинство людей это себе не позволяет и потом говорят что у них не получается когда ты не позволяешь что дать и не получается мало того еще и детям очень быстро стараются доказать что это все неправда то есть нету ни волшебников нету ничего все то сказки 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 вот интересно мои дети в деда мороза реально верили до 12 лет у меня лерка так то есть я старалась сделать все чтобы они верили в сказки я тоже да вот тут вот и поэтому когда они росли они росли и у них была вера в то что в этот мир чудесен и этот мир будет исполнять их желание наверное точно так же воспитывали меня мои родители поэтому у меня и осталось вот это вот детское желание верить в чудо в проявление какое-то такое волшебном случае не обрезалась это мне не обрезала да 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 и люблю не обрезалась жесткими концепциями установками рамка рамками и так далее и это все и про воспитание это все про коллективное бессознательное вот коллективном условия бессознательно и подходит а к индивидуальному бессознательное не подходит когда мы говорим о человек индивидууме бессознательное не подходит потому что человек если он индивидуум то он осознан что отличает человека от бессознательного существа давайте хотя упростим вопрос что отличает человека от животного человека от животного отличает наличие речи и наличие осознаний человек не просто издает звуки у человека идет речь и речь осознанная слова именно слова наборы определенных звуков которые образуют слова человек может чувствовать речь произносимую слова человек может слышать свои слова и человек может осознавать свои слова и когда человек осознает свои слова он может создавать реальность вот это создающее сознание если сознание имеет нарушение в чувственном восприятии либо в речевом восприятии с речью либо не работает канал осознавания то есть у человека просто работает логический ум обработки информации поступающей вовнутрь из внешнего мира во внутренний мир эта программа ума она обрабатывать информацию осознавание это поступление информации из подсознания во внешний мир то есть это обратная связь да вот если у человека не работают осознавание ну либо же озарение тоже как вариант осознаваний то это сознание не создающая речь чувство осознавание это отличает создающее сознание от не создающего вот эти вещи мы уже описываем следующей книге которая называется инфодайн глубина она кстати уже переполнена материалом ее уже пора заканчивать но у нас пока мы решили вот нескончаемый поток идет мы пока не выгребен до конца вот этот уровень вот этот слой в психике мы никак не заканчиваем уже книжка будет большеватая она ну такая по объему но пока она еще добавляется добавляется вот мы все уже планируем закончить закончить еще реченька течет и уже такой нормальный море натекло но пока мы ее не завершили но мы договорились насчет издания книги инфодайм знания мы решили что она будет издаваться в беларуси и после того как выполнят наш предыдущий заказ мы оформим следующий заказ поэтому издательство сейчас работает на то чтобы рассчитаться с нами и мы сделаем у них следующий заказ две книги и перейдем к следующему вопросу это по техникам защиты от негативных воздействий люди задают вопросы как спрятаться как укрыться как сделать так чтобы на вас никто не мог повлиять а если на вас повлияли то как снять вот это ритуальное колдовство магия и все остальное вот эти вещи это объективное восприятие сразу оговорюсь эти вещи описаны в книге управление восприятием системный подход вот в этой книге есть интересные наработки на странице 168 где влияние там его снятие ритуал с яйцом вот знаете даже ролик есть кстати на ю тубе на эту тему мы очень даже круто экспериментировали и развлекались где мы все это проговаривали показывают вся такие широкие глаза даже этого не знала до метода не было в общем слушать 5 до тебя еще тогда не было в общем сидела я на даче и было мне нечего делать и приехали ко мне девчонки и как раз там была тема яиц работают ритуалы или не работают ритуалы но когда тебе весело до инфодайм рождался на веселье мы все время ржали не об этом везде говорю мы все время ржали в общем мы решили яйца покатать не мужские пардон в общем мы взяли вот эти все обряды и просто попрогоняли даже есть то что записали здесь фотографии кстати есть результатов и описание результатов что было что есть на самом деле если человек верит не всегда не в себя а вынесенного бога если у него вынесена ответственность за свою жизнь а таких людей очень много практически большинство он и верит в то что на него могут влиять портить там сглаживать и так далее и в общем когда он находится в этом восприятии вот это все ла вся лабуда работает она реально работает то есть здесь есть здесь даже есть описанное какие-то молитвы очень наш святому духу честному крестному господню заговоры защитный отчитка со свечами и так далее здесь определенная последовательность абсолютно ритуальная магия да даже с использованием религии но в принципе это одно и то же вот и когда вы верите в то что вас надо очистить и отчитать вот здесь написано как берете книжку читаете проводите здесь рассказано как катать яйца и вычитываете человека абсолютно легко и свободно это вот этой книжке дело в том что эта книжка была почему ты не знаешь они она была до инфодайвинга и мы здесь собрали и систематизировали практически все что связано с гипнозом с ритуаликой с психотехниками которые в объективном восприятии помогают решать какие-то эзотерические экстрасенсорные вопросы хочешь быть экстрасенсом выучить наизусть управление восприятием управляешь восприятием у тебя уже получается да но вот написав эту книгу и пройдя весь этот путь проживя на себе да да выкатов яйца но и готов яйца ты абсолютно из глубины собственного опыта то о чем мы перед этим говорили ты смотришь на это и все и понимаешь какая это херня потому что ты понимаешь что ты в это время перекрываешь канал восприятия человеку ты в это время погружаешь его в определенное состояние внутри себя и дальше задача вывести его в его внутренний мир но большинство людей так и не уходят свой внутренний мир остаются привязанными снаружи потому что они не несут все равно ответственность за то что в это время творится у них все равно бог не возвращается домой никого нету дома и вот эти все ритуальные штуки на самом деле проживая и прогоняя через себя исследуя изучая проверяя результаты вот в какой-то момент мы все-таки пришли к тому что это все гипноз это все гипноз еще раз оговорюсь это все гипноз господа вместе с эрейками космоэнергетика и со всем остальным это тоже гипноз и это обоснование этому всему будет дано вот в этой книге она уже есть здесь да и прожив этот опыт на себе это помогло нам дальше перейти к следующей фазе это клубное занятие на которых мы уже проверяли таблицу каткова на себе до проживали вот этот опыт погружений выхода до сомном булических состояний так далее мы тоже там очень много ржали и стебались я только сейчас убрала эти видео в закрытый доступ потому что это реально было смешно и это реально было очень много чуши и на сегодняшний день мы понимаем что уже опираясь на свой опыт что кроме инфодайвинга кроме погружения в мир себя с полным взятием ответственности за результат на себя ничего не будет все остальное это это полумера вы знаете это как нанести разметку на дороге на дорогу но только на кусочек или поесть но совсем немножко или сходить в туалет но совсем чуть-чуть это неправильно если вы уже хотите иметь стабильный результат значит это инфодайвинг это значит надо измениться измениться чтобы стать искренним открытым самим собой все инфодайвинг это ты становишься искренним открытым ты возвращаешься к себе самому домой и ты возвращаешь бога себя без вариантов и вот с этого момента ты начинаешь осознавать себя в каждом человеке и ты начинаешь осознавать что если я это он это она это весь окружающий мир то у тебя меняется восприятие но первых тебе не надо ни от кого защищаться потому что если ты на себя нападаешь что это то только ты сам на себя нападаешь не кто-то потому что это есть ты и если ты защищаешься сам от себя то какой смысл катать себя яйцом надо взять и разобраться где и что ты хочешь себе показать чтобы перестать самому на себя нападать убрать вторичную выгоду от нападения убрать первопричину убираешь первопричину зачем портить яйца правда ну конечно так ты просто развор получается когда ты вот все это знаешь ты просто разворачиваешь игру в другую сторону другую сторону и тогда ответы на вопросы становятся наглядными очевидными ты видишь где ты сам себе лжешь где ты сам подменяешь ты убираешь и твоему подсознанию не надо отражать через человека тупую игру и ты на это место создаешь ту игру которую ты хочешь и она тут же появляется и ты живешь ты создал ты живешь ты создал ты живешь и так постоянно и так работает наше сознание если я сейчас скажу что так работает наш мозг я вынесу ответственность на мозг и лишу себя этой части физического тела нет так работает наше сознание которое прошито в каждой клеточке нашего тела и которая создает вот этот проявленный мир и если мы это осознаем и находимся в этих состояниях в полной гармонии с самим собой то у нас начинают проявляться наши психические способности потому что это не некие выделенные психические способности это есть единая реальная способности человека который просто есть и тогда не надо никому доказывать что можно воздействовать на психику ребенка это априори так это же я это мое отражение соответственно конечно я могу работать со своим отражением без вариантов я хочу видеть здоровое отражение и поэтому я осознавая и приводя в порядок убирая дисгармонию через маму ребенка я имею на выходе здорового ребенка и смотрите здесь механизм внушение с ребенком уже не работает тот механизм который есть механизм веры но никак не механизм внушение ладно пока мы будем его называть так пока так привычно коллективному бессознательным вот мы же не внушаем ребенку ничего не внушаем мы работаем с мамой с мамой работаем по видеозаписи то есть даже не живьем и идут перемены кстати сейчас очень много перемен получается идут очень быстрых причем настолько быстрые перемены случаются что иногда даже я сама поражаюсь вот только была консультация понимаешь там надо подождать там две три четыре недели а смотришь мама то уже начинает сразу писать тун 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 и пошли 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 письма мама включается быстро ну потому что наверное есть подготовка уже у мам есть материалы которые помогают им осознать что им придется работать если мама не готова работать к нам приходить не надо а это тоже уже механизм веры включается доверие доверить нам доверие о доверие доверие чего мы начинали диалог сегодня докажите это же они доверие я не буду читать а вы докажите но я царь и я вам не верю попляшите тут на решили домой да а я не сделаю ни ни этого не даже ни одного движения до просто тогда царь становится царем горохом по парадоксу все по парадоксу и вот смотришь на это это так весело управление восприятием вот почему я люблю эту книгу на самое первое потому что она позволяет действительно очень быстро научиться двигать с точкой сборки своего восприятия хочешь так хочешь так хочешь так хочешь так хочешь так то есть любое восприятие но твое вот как хочу так и смотрю на мир я могу на одно на одно и то же событие смотреть радоваться грустить злиться обвинять там и так далее ну это понятно это эмоциональное состояние это эмоциональное реагирование это всего лишь маленькие маленькая подвижка мы все лишь по эмоциям прошли а на самом деле мы можем это событие видеть с разной глубины с разной высоты с разной ширины то есть у нас есть целый спектр как мы можем видеть классно и если мы сейчас от этого спектра отталкиваемся и ступорим свое внимание на одном это плохо или это хорошо то это же вообще об отсутствии интеллекта управлять восприятием это даже просто физическом психическом здоровье чему учит психолог человека который приходит к нему на консультацию сменить угол восприятия посмотреть на проблему по-другому и тогда возможно ваша бессонница пройдет для этого нужен психолог это должно быть как почистить зубы у развитого человека изменил восприятие все изменил посмотрел под другим углом и вдруг увидишь какое счастье вот тут тебе не достраивали дом да и ты смотрел и думал какие козлы там разводят а вдруг кинут и так далее а потом раз разворачиваешь восприятие и тут меняется событийный ряд и он говорит слушайте так там если сейчас его достроить то там не проложены такие 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 коммуникации и потом за них надо платить отдельно посмотри скажи людям спасибо за то что они во время не стали работать так смотришь точно это же здорово сейчас надо это доделать тогда эти пусть пусть приступают и очень часто бывает такое что и конфликта уже нету да когда есть проблема ты на нее смотришь как на проблему и думаешь блин я же хотела вот так то а здесь проблема да а проходит время вот какое-то время и ты поворачиваешься к этой проблеме и понимаешь так это же было именно к тому чтобы у меня вот сложилось еще лучше это очень часто а смотри на самом деле вот и сейчас затронула эту тему тоже взгляд на проблемы когда только начинался проект центр человека это был 2008 наверно год или 9 когда только в 8 когда только-только первое движение пошло когда мне стало интересно приглашать гуру известных экстрасенсов в минск и так далее мне стало известно интересно изучить и попробовать примерить на себя те способности которыми они обладали то есть я выбирала тупо людей которые обладают какими-то психическими способностями созванивалась и приглашала их в минск и организовывала либо там моменты обучения либо встречи с собой и так далее для того чтобы научиться и вот первым человеком за которую я зацепилась так основательно был анатолий ефимович белоусов он оказался очень толковым мужиком и был бронников и когда я захотела пригласить бронникова в минск я попробовала дать рекламу и минторг тогда все делалось через мингурсполком и минторг тогда передал данные в минздрав что они споймали мошенников и минздрав направил в академию наук в белорусскую письмо и нас типа разобраться с методикой бронникова если она мошенническая то нам светила тюрьма нормальная тюрьма а если она не мошенническая то она имеет право жить и больше года длились исследования в белорусской академии наук национальной академии наук на самом деле вот представь в то состояние я тогда не обладала такими знаниями которыми обладаю сейчас и у меня тогда восприятие было ты мог в полночи не спать потому что знал что вот у тебя над башкой висите секира такая посадят себя не посадят да вот плюс еще религиозные эти товарищи вмешались и начали писать обо мне гадости до что я такая сякая а у нас только проект открывался только-только я только первый шаг сделала в то что мне интересно и вот вот в условии вот этого давления я все время думала ну зачем они это все прилетело ну как это ну 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 а потом мы прожили этот опыт с академии наук на самом деле набрали этих слепых детей на самом деле провели эти эксперименты на самом деле все это дело сделали и академия наук дала положительное заключение она написала что на самом деле восприятие у ребенка меняется и присутствует эффект слепозрения так называемого этот эффект еще нашли что он в науке как-то уже был описан и так далее и я в академии наук познакомилась с очень интересными мужиками они реально там профессор был профессор лосик фамилия его было георгиевич уже даже уже даже имя вылетел из головы такой мужик классный вот реально человек жил увлеченный вот ему самому было интересно а георгий васильевич вот его не георгий георгий васильевич он просто жил жил вот этим всем он ну реально классный мужик и я после того как познакомилась с увлеченными людьми я познакомилась с исследованиями я знаю кухню вот этот академии я сейчас знаю стоит туда идти или не стоит да а если стоит то с какого кабинета сразу заходить у меня есть опыт да и я потом когда а еще я поняла что на рекламу деньги тратить нельзя то есть минздрав позаботился о моих финансах потому что если бы я тратила деньги на рекламу то уже финансовую бы часть я потом бы не пережила не пережила потому что это все затратную статью ложилась а благодаря минздраву я сразу сделал свой сайт я сразу взяла ответственность на себя начала писать статьи я сразу начала делать сама все видео полностью я освоила работу и оператора и это вот и фотографа и кого только кого только да и все научилась делать сама за время вот этих экспериментов и поэтому наш проект выжил сколько таких аналогичных загнулась а наш выжил я минздрава говорю ребята молодцы спасибо это через годы а если бы я еще тогда научилась вот это все видеть смотреть то все бы прошло быстрее эффективнее и результат был бы лучше это все управление восприятием в моменте здесь и сейчас и этому можно научиться и научиться можно через опыт других через прочтение через психотехническую базу то что мне давалось через знакомство с гуру приглашение их в минск осознавание что они делают как они делают и так далее это все описано уже уже не надо эту работу проделывать можно это освоить научиться по книгам как по учебнику и это настолько просто это настолько красиво эффективно блин вот и самое главное что вся психотехническая база гипноза здесь тоже есть я ее люблю вот я даже сразу на ней открыла показатели первой стадии узака гипнотизированного ощущения покоя приятное состояние легкости в теле окружающие слышат первой степени третьей стадии ощущение гипнотиком дремоты сонливости и пошло 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 ребята это учебник это просто учебник учебное пособие я это знаю и горжусь что здесь стоит моя фамилия это я систематизировала это все не я это придумала вот эта книжка не не придуманная это систематизировано поэтому на ней надпись системный подход а вот это все уже полностью прожитое и наработанное в инфодайвинге как наши наработки личные персональные сделанные за короткий промежуток времени а смотрите только сейчас пришла мысли в голову это же сейчас конец сентября как раз ровно год назад наша команда распалась ровно год назад на момент распада нашей команды была только одна книга вот это это она готовилась к печати она готовилась к печати но она уже была написана а за год за год мы написали инфодайм над сознание инфодайм подсознание фадо им счастье инфодайм коллективное бессознательное инфодайвинг знание выше выходит сейчас уже в коррекции книга книга которую написали мы по чату мам особенных детей и инфодайвинг глубина дописывается инфодайвинг практики тоже готовится но это тоже систематизированный материал из наших наработок уже еще одна еще одна книга то есть представляете и это за год и теперь если вернуться к началу нашего диалога а стоит ли обесценивать такой труд попробуйте повторить и перед тем как сказать высокопарный вопрос докажите не вопрос а самоутверждение 10 раз подумать до встречи друзья до встречи